Кинотеатр Чаплин Открывает наш киночарт сегодня классика, а вернее, как твердят ее создатели, перезагрузка. Они все-таки решили перезагрузить Руслану и Людмилу, но для тех, кто не сталкивался больше с поэмой Пушкина со школьной скамьи, напоминаю. Эта удивительная история случилась во времена отважных воинов, прекрасных принцесс и могущественных колдунов. Родячий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в нее, даже не подозревая, что девушка – дочь киевского князя. Но счастье влюбленных не было суждено продлиться вечно. Злой колдун Черномор явился в магическом вифре и на глазах Руслана похитил возлюбленную, рассчитывая превратить ее силу в любви в собственное колдовское могущество. Не раздумывая, Руслан пустился в погоню за украденной принцессой, чтобы преодолев все преграды и опасности на своем пути, доказать, что настоящая любовь сильнее магии. Руслан и Людмила «Перезагрузка» на 10-м месте нашего киночарта «Инчарта». Продолжает наш хитворад самых кассовых фильмов недели – кинокартина «Ангел мой». В данной картине речь пойдет о том, как несколько лет девушка по имени Лиззи не может смириться с потерей дочери, погибшей при пожаре. Лиззи продолжает жить, но однажды она знакомится с чужой девочкой и принимает ее за свою. Так, стоп. Если я скажу еще хоть слово, меня обвинят в спойлерах, так что сходите сами и все узнаете. Фильм хоть и грустный, но довольно-таки интересный. «Ангел мой» – девятая строка нашего хит-парада. Уже какие только названия не придумывалось, чтобы заманить зрителей на ужастик. Мне кажется, что есть какое-то отдельное подразделение, которое сидит и придумывает названия для очередных фильмов ужасов. Но, как это ни странно, Вильзевула – это мифический персонаж, которого называют даже повелителем мух. О чем же, собственно говоря, спросите фильм? Отвечаю. Расследование серии шокирующих убийств приводит к священнику, отлученному от церкви, сатанинские ритуалы. Он и его приспешники стремятся приблизить апокалипсис, чтобы антихрист явился в человеческий мир и беспредельно властвовал. Главному герою придется выйти на тропу войны с настоящим злом. Вот в этой заварушке и замешан Вильзевул. Ждем вас в нашей сети кинотеатров Чаплин. Ну а пока ваши страхи принесли Вильзевулу всего лишь восьмое место нашего киночаплин-чарта. Ну вот, родители нам всегда говорят – не лезь куда попало. Но мы же их не слушаем и лезем, и продолжаем лезть в самые неприятные и порой даже опасные ситуации. Ну, по крайней мере, у меня есть парочка таких друзей. Именно такими и являются две сестры – Лиза и Кейт. Отдыхая на солнечных пляжах в Мексике, они решаются на погружение в клетки с большими белыми акулами. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается всего лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки – плыть вверх через толщу воды, которая кишит с самыми свирепыми хищниками океан. Вот такие страсти фильм действительно держит от начала и до конца, так что добро пожаловать. Покажу «Синяя бездна 2» на седьмом месте нашего киночаплин-чарта. Итак, мы на шестом месте и снова фильм ужасов. Хотя, если вы помните такой фильм, как «Байки из склепа». Это примерно то же самое. Не столько страшно, сколько жутко. Режиссер картины Гильермо Дель Торо решил экранизировать страшные истории Элвина Шварца, вдохновленного городскими легендами и фольклором. Речь в данном хорроре пойдет о компании подростков, которые расследуют случаи жестоких и загадочных смертей в маленьком городке. Ну да, все логично. Кому же еще расследовать загадочные и жуткие убийства? Только толпе подростков. В общем, если не хватает адреналина, милости просим. Тем более, если вы знаете Гильермо Дель Торо, плохое он не снимает и не продюсирует. Да, это именно тот режиссер, который получил Оскара за форму воды. Ну а сегодня же у нас фильм «Страшные истории для рассказа в темноте» на шестом месте нашего киночарта. Практически все детство Доро провела в джунглях, где работали ее родители и следователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы, непониманию, соперничеству и зависти. Вдобавок, таинственным образом исчезают и родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации. Казалось бы, что за страсти, да? А это всего лишь экранизировали всеми любимый мультфильм «Даша-путешественница», которую в оригинале зовут Дора. Дора и затерянный город сегодня на пятом месте нашего хит-парада. Паразиты по-прежнему собирают полные залы в сети наших кинотеатров. Да, я вам скажу, не каждый фильм достоин так долго держаться в кинопрокате. Но мы же хотим, чтобы как можно больше людей заценили настоящее кино, которому рукоплескали Канны в течение 15 минут после премьерного показа. О чем же речь в фильме? Вроде бы все просто. Семейка безработных бездельников под предводительством главы семьи Гид Хека решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак. Вот только выбирают они, к сожалению, не самый тривиальный способ. И все идет просто в тартарары. Спорить не буду, просто призываю, сходите на паразитов. Это именно тот случай, когда паразиты великолепны. У нас же они сегодня на четвертой строчке. Подбираемся к решению нашего киночаприн-чарта и обнаруживаем здесь киноверсию всеми любимой анимационной классики Диснея об обитателях африканской саванны, которым не хуже людей знакома любовь и дружба, вероломство и борьба за власть. У царственного льва Муфаса рождается наследник Симба, которому изготовлен извилистый путь от избалованного непоседы до несчастного гизгоя, от беспечного бродяги до спасителя и повелителя всех зверей. И половина из этого можно было бы избежать, не будь у Муфаса, такого родного братца, как Шрам. Король Лев, кассовые сборы которого уже перевалились за один миллиард тенге, в нашей сети по-прежнему собирает полные залы. И сегодня находится на третьем месте. Как и все фильмы Тарантино, однажды в Голливуде поделил поклонников на два лагеря. Одни просто в восторге и не знают, куда деть свое восхищение. А вторые ничего не поняли и сказали, что это скучно, и только из-за хорошей игры актеров досмотрели этот фильм до конца. Тарантино предупреждал, сначала нужно изучить историю, которая затронула жену режиссера Романа Полански, Чарльза Мэнсона и Секту Семья, и только потом идти смотреть. Актерский состав же все-таки радует глаз. Леонардо Ди Каприо, для которого это первый фильм после Оскара, Нестареющий Брэд Питт, Аль Пачино и Марго Робби. Ну, в общем, надо идти и кайфовать. Однажды в Голливуде сегодня занимает вторую строчку нашего киночаплинчарта. Уже совсем скоро мы объявим лидера этой недели. Возможно, он изменился, ну, а возможно, нет. Узнаете совсем скоро. Ну, а пока давайте пробежимся с десятого по второе место. Десятое место. Руслан и Людмила. Перезагрузка. На девятом месте Ангел мой. Восьмое место. Вильзевул. Седьмое место. Синяя бездна 2. Шестое место. Страшные истории для рассказа в темноте. Пятое место. Дора и Затерянный город. Четвертое место. Заняли Паразиты. На третьем месте комфортно расположился Король Лев. Второе место. Однажды в Голливуде. И еще одна ступенька перед тем, как мы огласим того, который сегодня забрался на наш киноолимп. Это киноновинки. Уже совсем скоро они ворвутся в наш кинопрокат, и вы сможете пойти на них посмотреть. Так давайте же узнаем, что это будут за кинопремьеры. Мир волшебных плюшевых кукол ждет вас очень скоро. Агридоллс. Куклы с характером. Имейте ввиду. Во время урагана пятой степени Хайли пытается спасти своего отца, ставшего заложником затопленного дома. Она вступает в борьбу со стихией и аллигаторами. Капкан. Совсем скоро. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу Бык. Вынужден идти на любой криминал, чтобы прокормить свою семью. Ловите быка уже на днях. И еще одна киноновинка. Свет в моей жизни. Это история отца и маленькой дочери, которые пытаются выжить в глуши на фоне масштабной эпидемии, 10 лет назад охватившей все человечество. Вы когда-нибудь видели Форсаж без нашего любимого лысого дизеля? Нет, лысых там хватает. Это и с Тетхом, и с Хала, но все-таки остается какой-то осадок, понимаете? Это как поле чудес без Якубовича. Ну, в любом случае, давайте разберемся, кто есть кто. Люк Хоббс. Американский элитный спецназовец, который очень любит спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу. Британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитающий дорогие костюмы, спортивное авто и длинноногих красоток. Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде. В общем, как вы понимаете, много юмора, спецэффектов и драк вам обеспечено. Ну и кажется, вы все все прекрасно поняли, так как Форсаж, Хоббс и Шоу располагаются уже вторую неделю подряд на первом месте. Ну что ж, с вами был Данил. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok